Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя Огородная Азбука. Продолжаю вот эти коротенькие обзоры всех сортов, буквально всех, какие у меня остались, пачки, какие я выращивала, какие я не выращивала, для того, чтобы начинающие огородники при выборе могли ориентироваться хотя бы на эти краткие мои отзывы и рассказы. Следующий сорт это Госпожа Удача. Это сорт довольно-таки новый и не все даже слышали это название. В прошлом году я его выращивала, даже некоторые у меня приобрели семена. И вот на будущий год будем мы друг у друга спрашивать, в каком регионе он хорошо растет, в каком нет. Вот в сибирском регионе он растет. Сейчас я вам краткое описание прочитаю. Прекрасный среднеранний сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст невысокий, 100 см 1 м. Плоды округлой формы, великолепного розового цвета, мясистые, сахаристые, весом до 600 г. Бесспорным достоинством сорта является его крупноплодность в сочетании с довольно ранним сроком созревания и детерминатным типом куста. Холодостойкость и отличное качество плодов при урожайности 4-5 кг с куста. К тому же сорт очень неприхотлив и нетребователен к уходу. Госпожа Удача вас не подведет даже в холодное лето. Дальше посев на рассаду и на 1 квадратный метр размещают 5 растений. Также можно высчитать 4-5 кг, 5 растений на метре, 20 кг с метра. Но это, опять же я вам говорю, это при благоприятном исходе, потому что производитель нам указывает предполагаемую урожайность, но она у всех будет разная. В комфортных условиях, в теплых краях, конечно, будет больше урожай или в теплице. В открытом грунте и в регионах с холодным летом урожайность всегда, конечно, меньше. Меньше размер плодов, который указан, он всегда мельче бывает. И если лето дождливое и очень сырое, то будет меньше процент сахара, меньше сладкие, менее сладкие, более водянистые плоды. Так что это надо поправки делать и на регион, и на лето, на погодные условия, и на условия выращивая на все. Но если подвести итог, то можно сказать, что это невысокое, метр это невысокое растение, детерминатное, оно тоже с толстым стволиком, с такими смесистыми листьями, крупноплодное. Похожие сорта, ну вот, например, можно сравнить, у меня сорт жиростойкий и болезнеустойчивый. Такой же круглый красный плод, такой же толстый стволик, такие же мясистые листья. В общем, это хороший сорт, тоже для тех, у кого мало времени, он не потребует сильно большого ухода за собой. Хороший такой, средний сорт, среднячок. Он и не мелкий, который вообще посадил и забыл, но и не крупный, который нужно подвязывать, двухметровый, за которым нужно посынковать, ходить каждый день, смотреть, не выросли ли там что. Вот сорт относится к среднему классу. До свидания, в следующем видеообзоре будет следующий сорт.